Всем большой привет! Я села снимать видео, у меня уже батарейка на камере садится, поэтому я не знаю, успею я его снять или нет, буду снимать быстро. Итак, я сегодня была в магазине Second Hand, сегодня пятница, кстати, сегодня черная пятница, 50% скидка была в этом магазине, и я сейчас покажу вам, что я купила. Я начну с детского, у меня здесь же получилось детское в одном пакете, взрослое в другом. С детского я взяла всего лишь три вещи. Это вот такую вот курточку, я знала, уже видела такие курточки, это H&M, всем давно знакомый. Классная курточка, она идет размером на 5 лет, по-моему, в общем, старшему 4-5, старшему, наверное, уже не подойдет, но подойдет младшему. В общем, клевая курточка, я ее с удовольствием взяла в Second Hand, совсем не задорого. Дальше купила еще одну курточку, к сожалению, она была без капюшона, я обыскалась там капюшон от нее, но капюшона нет, она как-то называется, вот такой материал, тинсулейт или что-то такое, как-то вот так называется, в общем, непромокаемый, клевый материал. Здесь сверху замочек до середины, и замочек еще идет сбоку до середины рукава. В общем, я достаточно удобно должно надевать, жаль, что не было к ней капюшон, и она такого зеленого цвета классного, я тоже ее с удовольствием взяла. Думаю, пригодится, если не старшему, то хотя бы младшему. Дальше я племянница взяла вот такой вот джемпирог, мягонький, красивенький, подарю, ей он, наверное, великоват будет, потому что он на 7-8 или 8-9 даже лет, ей пока еще 5, но она такая крупная девочка, и скоро подарю ей этот джемперочек, он такой красивый, мне очень понравился, я его по этому взяла. Дальше расскажу о взрослых вещах, надеюсь, я не очень траторю, и вам все понятно будет потом, когда будете смотреть. Я увидела вот этот вот огромный белый джемпер, он был в детском, вместе со всем детским. Он мне, конечно, очень большой, такой широкий, и рукава здесь такие специально сделаны широкие, но он такой классный, он такой вот классный. Не знаю, я не знаю, как вот этот вот рисунок, как долго он будет держаться, потому что здесь сзади что-то такое приклеено, ткань какая-то с клеем, не знаю, если эта ткань оторвется, то, может быть, рисунок весь тоже пропадет, а может быть и нет. В общем, надеюсь, что нет, и надеюсь, что его можно стирать, и будет такой вот белый джемпер. Я тоже взяла, хоть он мне так объемно смотрится, но классно. Еще взяла вот такую вот юбочку, это H&M, 34-й получается размерчик, самый маленький. Она, конечно, такая тонкая, не знаю, но мне кажется, что ее можно и сейчас зимой будет поносить, с теплыми колготками, только я пока не знаю, что я такое к ней надену сверху. Единственное, что у меня белая какая-то кофта, белая футболка с длинным рукавом, что-то такое приходит на ум. Еще вот такая вот накидочка у меня в покупках образовалась. Честно говоря, я хотела, я думала ее распустить и связать из нее шарф типа снут, но не знаю, может быть, оставлю ее в таком виде. И две пары штанишки я еще взяла. Вот эти типа простые хлопковые на резинке, они как спортивные и не спортивные, но я хотела бы ходить просто в них на работу. Мне давно нужны такие штаны, чтобы в них было свободно, нигде им ничто не давило. Не как джинсы, знаете, по ногам идут, все швы бывают, что надавливают, да, а эти просто хлопковые штанишки, они тоненькие, но можно сейчас, если носить, поддевать колготки и нормально ходить в них на работу. Надеюсь, что это все отгладится, потому что они очень мятые идут на самом деле. Ну и просто так можно будет в летом тоже не ходить. И взяла, и взяла, взяла. И еще вот такие вот штаны Зара. Вообще тоже классные штанишки. Здесь идут, они зауженные книзу. Хлопок, такие мягонькие-мягонькие, приятные очень на ощупь. А сверху как будто тут чуть-чуть какие-то выточки сделаны специально, что тут побольше немножко смотрится. И карманы такие боковые. Конечно, мне здесь нужно будет сделать пуговицы. Пришить вторую, или найти точно такую же вторую, или поменять две пуговицы, потому что здесь вот уже одна только. И вот здесь еще распарывается, не знаю, или полностью тут оторвать, или перешить немножко. Я, в принципе, это умею делать, ребята, так что я могу немножко все это перешить. А так они отлично смотрятся, и цвет у них такой коричневый, потертый. То есть они такие должны быть, в общем. И со мной сегодня случился казус. Иду я в секонд. Нормально все было, пока я шла в секонд. Мне не было жарко. В секонде я померила. Мерила я как? Я в колготках таких темных, непрозрачных стояла в примерочной и надела вот эту маечку в примерочной. Это тоже Зара. Мне она понравилась. Я решила, что я ее возьму. Я ее надела и меряю, короче, все с ней. Там просто примерочные. И вот эти вот завешиваются, которым они так вот ходят. Там люди за ней ходят. Эти занавески тоже так открываются, закрываются. Поэтому голой особо стоять не будешь. Я ее надела. Все померила. Разобрала вещи, которые я беру, которые не беру. Все разложила по кучам. Взяла футболку, одела футболку, одела кофту, одела куртку. Все, пошла, все пробила. Иду домой, мне жарко. Что такое? Почему мне жарко? Когда я туда шла, мне не было жарко. Короче, я прихожу домой и на мне вот эта майка. Я украла в секонде майку, ребята, представляете? Но я, конечно, не хотела. Это, во-первых. А во-вторых, я, наверное, сейчас пойду за детьми в садик и заплачу, схожу за эту майку в секонд-хенде. В общем, так неудобно получилось. Со мной никогда такого не происходило. А тут вдруг вот на тебе. Я, конечно, сама от себя такого не ожидала. Реально просто не заметила. И я теперь понимаю, что, да, бывает такое. У них же разговоры слышала, что женщину какую-то останавливают. На ней там кофта, да, пищит с заклепочкой, которая пищит. Это-то без заклепок, безо всяких. Останавливают ее. И она говорит, что я просто забыла снять. Я мерила, я забыла снять. Я теперь понимаю, что такое реально возможно. Не знаю, как так можно было замериться уже просто. Не понимаю. Со мной такое раньше никогда не происходило. В общем, все. Надеюсь, что я досняла это видео. Всем большой привет. Всем большое до свидания. Скоро очень увидимся. Ваша любовь. Всех люблю. Пока-пока.